В сегодняшней истории рассказывается о маленьком ребенке, который все еще новичок в этом мире, но разделяет невероятно чистую любовь к собакам-спасателям, которая покорила интернет. Несмотря на то, что для Джексона это был душераздирающий момент, его действия вскоре превратили его в трогательный, заслужив всеобщее восхищение. Семья Бесчарт, проживающая в Чарльстоне, Южная Каролина, занимает центральное место в этой вдохновляющей истории. Джексон, четырехлетний маленький мальчик, живет со своей матерью в уютном семейном доме. Его отец морской пехотинец, и поэтому его часто нет дома. Оставляю его и его маму дома, живущими вполне нормальной жизнью. Миссис Бесчарт не работает, а скорее остается дома, чтобы заботиться о своем сыне. Хотя, как и у любого другого четырехлетнего ребенка, у Джексона было больше энергии, чем у большинства, и он часто с удовольствием играл у себя во дворе. Его мама, страстная любительница животных, которая часто выступала за права животных и, в свою очередь, помогала воспитывать собак, пока они не нашли вечный дом. Это было то, чем миссис Бесчарт начала заниматься, когда они переехали из армейского жилья в обычный пригород. Она хотела поделиться своей любовью к животным со своим маленьким сыном, а также предложить ему немного общения, чтобы побегать с ними на свежем воздухе. Именно эти мудрые действия побудили Джексона сделать то, что он сделал в тот роковой день. Чем старше становился Джексон, тем больше он любил животных, особенно энергичных собак. Он искал каждый момент, когда мог пообщаться с животными, которыми был окружен. Как минимум, его мать следила за тем, чтобы они воспитывали по крайней мере трех собак одновременно. В настоящее время семья воспитывает четырех прекрасных собак и двух кошек. Любимец Джексона – пес Геа, из-за его спокойного, милого характера. Джексон каждый день проводил часы во дворе, играя со своими друзьями-собачками, и каждый день возвращался домой весь в пятнах грязи, как и подобает ребенку. Его собачьи компаньоны постоянно вызывали улыбки на его лице. Его мать так гордилась его отношениями с приемными щенками. Она только подталкивала к тому, чтобы поддерживать прекрасные, процветающие отношения между ними. Это также помогло заполнить небольшую пустоту, которую он ощущал из-за того, что его отца постоянно не было рядом. Определенно, есть вещи и похуже, которыми может быть одержим ваш четырехлетний ребенок. Это точно. В то время как у миссис Бесчарт не было ограничений на тип собак, которых они воспитывали. Она старалась обеспечить равное отношение ко всем собакам, особенно учитывая стигматизацию некоторых пород, одной из которых был бы питбультерьер. Питбультерьер, как известно, окрашен в очень негативный цвет. Они хорошо известны как предпочтительная силовая порода для собачьих боев, и их часто разводят в некоторых жестоких, оскорбительных отношениях. Природа их личностей также сильна, они нуждаются в большом количестве любви, которую очень часто люди не в состоянии им дать. Возможно, дело в их суровом поведении, коротких волосах и мускулистом телосложении. Естественно, это считалось бы более жестким, чем у пушистого золотистого ретривера или бордер-коли. Чего люди не знают, так это того, что на самом деле этих собак когда-то использовали в качестве питомников. Благодаря их милой, заботливой натуре, в дополнение к их сильным защитным инстинктам, к сожалению, многие люди приходят в восторг от высокой эстетики владения такой мощной породой, как питбуль, пока они не вырастут и не начнут немного капризничать. Именно поэтому их часто увеличивают в количестве в спасательных центрах. Они часто являются первым типом собак, которых отдают в приют, и для них не очень легко найти дом, благодаря негативной стигме, окружающей их. Это настолько серьезно, что в некоторых странах или жилых помещениях эти собаки полностью запрещены, но дети этого не видят. Дети наделены способностью видеть сквозь призму общественных предрассудков и предлагать безусловную любовь там, где другие могут не считать ее действительной. Это невинность, проявленная в реакции Джексона, потому что у него был только один маленький подлый секрет. Он любил питбулей. Это была его любимая порода собак. Только ему этого не разрешили. По уважительной причине, как и большинству детей, Джексону выдавали еженедельное пособие за работу по дому. Это был способ его родителей добиться того, чтобы он с юных лет научился убирать за собой. После того, как он каждую неделю получал небольшое пособие, мать поощряла его откладывать хотя бы половину, чтобы помочь ему выработать хорошие финансовые привычки. Это помогло Джексону узнать больше об ответственности и подотчетности. Немалое достижение для маленького мальчика его возраста. Это точно. Итак, вы можете задаться вопросом, что же такого может сделать четырехлетний ребенок. Это было бы так удивительно. Вы будете приятно удивлены, узнав, что это то, что делают даже немногие взрослые, поскольку такова природа воспитания и любви к животным. Миссис Бишарт часто путешествовала по штату, а также по ее окрестностям в различные приюты для спасения животных. Она сделала это, чтобы стать волонтером и оказать посильную поддержку животным, которых она не могла вернуть домой. Это также помогало ей оставаться активной и востребованной в сообществе спасателей животных. И, конечно же, рядом с ней ехал ее верный спутник и закадычный друг маленький Джексон. Ему нравилось бывать в приюте. Ему нравилось называть их милыми фабриками. Из-за привлекательности, которую они предлагали ему вместе со всеми этими милыми животными. Насколько это мило. Это позволило ему познакомиться с новыми животными и завести новых друзей. Сотрудники приютов для животных хорошо его знали. Они знали его с тех пор, как он был маленьким ребенком. Они всегда были очарованы тем, как Джексон мог подружиться с любым животным-спасателем, даже самым робким или испуган. В один судьбоносный день Джексон отправился со своей матерью в машине на задание. Они собирались посетить несколько приютов для животных, которые часто посещали, чтобы проведать некоторых животных. Главной целью Джексона было обеспечить, чтобы все животные, ожидающие дома, были любимы и о них заботились. Его маленькое совестливое сердечко позаботилось об этом. Именно в этот день мать Джексона решила заглянуть в приют, который им еще предстояло посетить Чарльстонское общество защиты животных. Джексон был на седьмом небе от счастья, потому что никогда раньше там не бывал. Так что это означало новых приятелей. Он и представить себе не мог, что ждало его внутри. Войдя в убежище, Джексон почувствовал явное волнение. Он едва сдерживался, ему хотелось броситься навстречу всем животным. Однако его мать заставила его представиться всему персоналу и вежливо пройти к клетке, где жили собаки. Именно здесь Джексон сделал открытие, которое осветило его лицо, как рождественская елка. Сидя в углу, Джексон наткнулся на черно-белого питбуля по кличке Пенелопа. Однако он не согласился с ее именем и решил, что спот больше подходит из-за черного пятна у нее на голове. Он был одержим. Подпрыгивая от радости, он начал сближаться со сладкой Пенелопой слэш-спот через ограждение. Лица персонала просто засветились, когда они были вне себя от радости, что Пенелопа снова счастлива. Ее сдала семья с маленькими детьми, которая видела в ней угрозу, поэтому маленькие дети были ее любимцами. Джексон немедленно обратился к своей матери и умолял ее усыновить милого питбуля. К сожалению, его матери пришлось отклонить его волнующую просьбу. Ее доводы были здравыми. Как бы ни было грустно от этого Джексону. Если они должны были вернуться в армейское жилье, им вообще не разрешалось заводить питбуля. Итак, она просто пыталась предотвратить неизбежное. Когда пришло время прощаться с Пенелопой слэш-спот, Джексон разразилась эмоциональными рыданиями. Он действительно не хотел оставлять ее такой, какая она есть. Когда они возвращались по коридору, Джексон внезапно остановился и сел. Когда его мать обернулась, она обнаружила, что он нашел еще одного милого питбуля по кличке Танк. Этот большой серый мальчик просто завилял хвостом от радости. Когда Джексон заговорил с ним? И вот вопрос возник снова. Джексон был почти безутешен, когда его мать повторила свою нет. Он был так расстроен, что сотрудники приюта пришли проведать его. Именно тогда произошел акт истинной доброты. Когда сотрудники увидели, насколько опустошен Джексон из-за того, что не смог отвезти Пенелопу-слэш-спот и танк домой. Их сердца ухнули в желудок. Жил-был бедный ребенок, который всего лишь хотел подарить свою любовь бедным животным. Однако они также понимали, откуда взялась мать. Именно тогда они упомянули матери Джексона, что у них есть спонсорская программа Guardian, в которой они могли бы принять участие. Они могли бы заплатить за усыновление щенков. Таким образом, другим людям становится легче усыновлять собак. Прежде чем мама Джексона успела даже подумать об этом, Джексон выкрикнул в знак согласия, что он будет спонсировать собак из своих карманных сбережений. По свидетельству окружающих, акт удивительной доброты Джексона тронул всех присутствующих. Сами сотрудники были глубоко тронуты и изо всех сил пытались сдержать свои эмоции. И в результате история Джексона широко распространилась по интернету. Это еще больше повысило осведомленность о том, как люди могут помогать спасать животных, даже если они не в состоянии обеспечить непосредственный уход. В конечном счете, этот трогательный рассказ служит примером невероятной доброты, на которую способны маленькие дети. Я надеюсь, вам понравилось это видео. Пожалуйста, поделитесь им и подпишитесь на наш канал. Благодарю вас! Субтитры создавал DimaTorzok